Фортнайт с клавой и мышью Это неправда, ну и конечно же Это все постанова Ну а верить не верить решать уже вам Ну а перед тем как мы начнем, хочу обратиться лично К тебе, мой дорогой зритель Если ты впервые на моем канале и тебе хоть немного Интересная тема с Фортнайт мобайл, то обязательно Оформляй подписку, потому что В наши дни мобильный Фортнайт постепенно умирает И только твоя подписка на этот канал Сможет все исправить Также обязательно поддерживай наше единственное мобильное Сообщество игры в ежедневном магазине Фортнайт, тег автора мотивкар Смело води и покупай исключительно с ним Ну а также вот первый и рандомный комментарий Из последнего видео на канале Кстати, чем больше комментариев ты оставишь Под этим роликом, тем выше твой шанс попасть В следующее видео, поэтому спам разрешен Надеюсь вы меня поняли И теперь давайте наконец-таки посмотрим Как же можно играть в Фортнайт на обычном Телефоне, используя игровую клаву И мышь. Уверен, такого еще Точно нигде не видели Так, ну и для начала у нас, конечно же, есть телефон На базе Android В моем случае это Honor 20 View Переходник с Type-C на USB Для того, чтобы подключать другую гарнитуру к телефону Игровая мышь Не знаю, нашел ее где-то в ящике Ну и вот взял клавиатуру от своего компьютера В принципе, это все, что нам сегодня понадобится Ничего сложного здесь особо нет Просто подключаем переходник к нашему телефону Ну и для удобства я его помещу вот на этот штатив Далее просто подключаем в разъем для USB саму мышь Она у нас загорается, значит все работает На экране телефона у нас появляется вот такой вот курсор от нашей мыши И он спокойно функционирует Как вы можете заметить, все кнопки нажимаются Спокойно могу перелистывать страницы с приложениями на моем телефоне Приложение тоже спокойно запускается Значит все работает И да, клавиатуру я пока что еще не подключаю Потому что у меня, во-первых, всего лишь один разъем под USB-C Во-вторых, она пока что нам все равно не нужна В общем, многие из вас могут подумать, что все вроде как все работает великолепно Просто запускаем Fortnite и начинаем играть как на компьютере И в принципе вы будете правы Потому что, как вы можете заметить Fortnite с подключенной мышью спокойно запускается без всяких проблем Но, к сожалению, и на этот раз Epic Games все предусмотрели Потому что, как только я зашел в Fortnite Да, игра запустилась, но при этом все нажатия, которые я делаю своей мышью К сожалению, не работают Как вы можете заметить Я жму на разные кнопки и вообще ничего не функционирует При этом, как только я начинаю жать пальцем по сенсору экрана Все великолепно работает Ну и тут вы, наверное, выключите видео и скажете, что все, блин, Матвей Играть в Fortnite на телефоне с клавой и мышью, к сожалению, нельзя Смысл записывать ролик Ну, я бы не снимал это видео, если было бы все так просто На самом деле, поиграть в Fortnite на телефоне с клавой и мышью можно Но это делается через специальное приложение, которое еще в придачу нужно настраивать Для этого я скачал обычное приложение с плеймаркета под названием Octopus Сейчас поподробнее расскажу, как оно работает и как через него настраивать клаву и мышь Мы запускаем данную программу и нам здесь представлены все приложения, которые мы можем настроить через нее Конечно же, выбираем Fortnite, но в принципе можно выбрать абсолютно любую игру, в которой вы хотите поиграть с клавой и мышью Будь то это PUBG Mobile или какой-нибудь World of Tanks Короче, через плюсик просто добавляем вам нужную игру и ее запускаем Принимаем все, что нам предложат Не бойтесь, вас вроде как взломать не должны Но это мы еще посмотрим И вот у нас запускается игра У нас запускается вот такая вот штука В принципе, на этот красный баннер пока что не обращайте внимания Позже расскажу, что с ним делать Грубо говоря, здесь мы настраиваем, за какие области сенсора на экране будут отвечать различные кнопки на нашей клавиатуре Для того, чтобы можно было комфортно играть абсолютно в любую игру, которую вы захотите Конечно же, это займет определенное количество времени Там просто настраивайте какие кнопки То есть, например, X на клавиатуре отвечает за какую-то кнопку здесь Стрелочка вверх за какую-то кнопку здесь Ну и так далее В общем, все это вы настраиваете Потом нажимаете на галочку И это у вас сохраняется Далее вам всего лишь нужно будет подключить вашу клавиатуру к самому телефону И все будет великолепно работать Теперь пришло время разобраться, что делать с этим красным баннером, который вылезает у нас при запуске игры На самом деле, ни для кого не секрет, что у меня установлен оригинальный Fortnite, который я скачивал с официального сайта Epic Games И именно по этой причине у меня и появляется этот красный баннер Эту проблему решить можно И в этом нам поможет одно мое очень старое видео на канале Может, некоторые из вас догадались, но нам нужно скачать АПК-файл Фортнайта Да-да, именно тот самый АПК-файл на 60 фпс И если вы провернете все эти действия, которые я сказал прежде, но уже с АПК-версии Фортнайта То в таком случае у вас он должен спокойно запуститься И вы можете спокойно играть в него с вашей клавиатуры Ну а как установить АПК-файл Фортнайта на 60 фпс, я рассказал в этом видео Можете его посмотреть по подсказочке вот здесь Ну а тем ребятам, у которых уже есть установленный АПК-файл Фортнайта на 60 фпс Я могу порекомендовать сразу скачивать приложение Octopus Оно так и называется, можете его спокойно найти в плеймаркете И делать все махинации из этого видео, чтобы спокойно играть в мобильный Фортнайт С вашей клавиатуры и мыши В любом случае нужно понимать, что такие действия эпики расценивают как читы Поэтому, если что, я вам ничего не говорил Способ не рабочий, да и вообще всего этого не было Конечно, не очень понимаю этой логики Потому что на данный момент мобильные игроки имеют общие сервера с ПК-игроками и игроками на консолях Поэтому от одного мобильного игрока, который играет в Фортнайт с телефона на клаве и мыши Ничего не изменится Ну ладно, это уже другая тема Зато таким образом можно очень удобно играть в Five Nights at Freddy's Ну а вам огромное спасибо за просмотр И если у вас есть АПК-файл Фортнайта на 60 фпс То обязательно проверяйте способ из этого видео Пишите в комментариях, работает ли этот способ лично у вас И если не работает, то пишите, с какой проблемой вы столкнулись Ну а если именно ты хочешь халявный лайк лично от меня То обязательно в комментариях пиши слово комп Только так я смогу понять, что ты досмотрел это видео до конца Ну и конечно же, все подобные комментарии я обязательно лайкну Ну а по традиции, с вами как всегда был Матвей, аста луэго